Губернатор Сергей Жвачкин сегодня встретился с финалистами конкурса «Лидеры России». Это один из крупнейших федеральных проектов по подготовке управленческих кадров. Для победителей он открывает огромные перспективы построения карьеры в любой точке современной России. Томск область на конкурсе представляли Евгений Бакланов, сотрудник «Газпром-Трансгаз» Томской, Ольга Лапшина, представитель Сбербанка. Прямиком из тёплого Сочи двое томичей Евгений Бакланов и Ольга Лапшина отправляются к главе региона. Финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» делятся первыми впечатлениями и слышат слова поддержки. Я очень рад, что вы, в общем-то, знаете, не будущие какие-то там лидеры России, не будущие успешные руководители. Вы уже сегодня успешно сложившиеся руководители в хороших структурах. Всероссийский конкурс «Лидеры России» разделили на несколько этапов. Сначала провели отборочный тур, выбрали 300 финалистов. На одной площадке они прошли интеллектуальные испытания и представили свои социальные проекты. Оценочная комиссия проверяла такие компетенции конкурсантов, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние. Одним из главных заданий стала презентация социальных проектов. Их томские конкурсанты готовили не одну неделю. Мой проект касался проведения серии мастер-классов в инклюзивной среде с детьми, здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Эта серия мастер-классов была уже проведена. А сейчас, после окончания конкурса, я планирую продолжить проведение таких мастер-классов. Престижный конкурс стал для всей России уже традиционным. В прошлом году депутат Думы Томска Владимир Самокиш вошел в сотню лидеров России. Победители наградили образовательными грантами в размере одного миллиона рублей. Они же получили персональные консультации наставников из числа лидеров российского бизнес-сообщества. Проект «Снежная вахта», который мы проводим уже не первый год вместе с нашей молодежной организацией, у него достаточно далекая и широкая традиция. Далекая, потому что мы уже несколько лет стараемся оказывать помощь тем людям, которые, ну вот, сами видите, весна, которым сложно в своих дворах убрать снег. В этом году победителями лидеров России стали 104 человека. Это мячи в этот список не вошли, но, как и все финалисты, получили грант на образование и колоссальный опыт, который теперь хотят применить у себя на рабочих местах. Артем Бяков и Евгений Лосинок, Вести Томск.